Всем привет, друзья! Меня зовут Нармина, и сегодня я хочу вам снять вопрос-ответ. Я нашла под видео комментарии несколько вопросов, и некоторые люди мне лично задавали их вконтакте, в разных соцсетях, и сегодня я хочу на них ответить. И первый вопрос. Нармина, скажи, какой твой любимый магазин одежды? Ну, знаете, я не иду в определенный магазин и покупаю все. Я иду в разные магазины и нахожу там ту или иную интересную для меня вещь. Там это заключается и в дизайне, и в цвете, и в качестве, конечно же. Ну, и цена. Если уже рассуждать просто по моему гардеробу, больше всего у меня вещей идет из H&M. Я знаю, что там не самое хорошее качество. Оно идет где-то посерединке между прям вот очень плохим и очень хорошим. Что-то посередине средняя, у него такая же соответствующая цена, но мне очень нравится там именно их дизайн, их вещи, их материал. Ну, даже не материал, просто мне больше, опять же, нравится их задумка и идея. Идея той или иной вещи. И я просто могу вам показать море одежды, которая является из этого магазина. Так что это H&M. Любимое место в Москве и в Алма-Ате? Ну, это очень сложный вопрос. Наверное, в Москве, как бы это банально бы и пошло бы не звучало, это, наверное, патриаршие пруды. Мне они очень нравятся. Чистые я не особо люблю, потому что есть один человек, который их очень любит. И мне, честно, плохо от этих уже чистых прудов, потому что там каждый раз, там каждый раз. И Арбат в том числе. Хотя мне эти места очень довольно нравятся. Вообще, мне кажется, Москва вся красивая, особенно центр, все, что в кольце. Очень все прекрасно. Куда ни плюнь, извините меня, там был Ленин, здесь был Пушкин, здесь танцевал Лермонтов. Вообще все прекрасно, архитектура. Мне безумно это нравится. Когда я гуляю по Москве, мне все время больше и больше задаюсь вопросом у себя в голове, почему я не пошла на архитектора. Потому что я без ума от красивой архитектуры. И я даже катрисис получаю от этого, смотря на красивую лепнину, смотря на красивые здания, на всякие бедведеры, эркеры, резиниты. Мне это очень нравится. Любимые экстрасенсы. И сколько лет я смотрю битву экстрасенсов? Битву экстрасенсов, мне кажется, я смотрю уже лет 5. Давно. Мне кажется, с сезона таки 12-го или 13-го. Ну и любимые экстрасенсы каждый год обновляются. Раньше, если любимый экстрасенс, просто обожала я его. Это был Александр Шевс. Ну и Марлин Мандро. Марлин Кироя мне она очень нравится. Еще мне нравится Зульяра Джабова, если я правильно говорю. Мне кажется, она одна из сильнейших просто, я считаю ее сильнейшим экстрасенсом. И сейчас вышел новый сезон, 18-й. И там есть один прекрасный экстрасенс, который зовут Константин Гицати. Он просто невероятен. Костя Форевер, он очень крутой, мне он очень нравится. И его поведение, и какой он прекрасный экстрасенс, как он себя держит, как он себя ведет, как он себя отвечает. Мне он очень нравится, вообще потрясающий человек. Ну и мне очень нравится сейчас Софья, которая тоже в этом сезоне. Я вот за... Ну, конечно, за Константина болею, но Софья тоже умничка. Красивая, необычная, у нее внешность такая завораживающая. И вот эти сейчас два моих любимых экстрасенсов. Давайте сделаем Гицати и Джулия Раджабова. Вот мои любимые. Муа! Шикарные экстрасенсы. Были ли учителя, которые к тебе плохо относились? Ой, это вообще отдельное видео. Я даже хочу вам снять видео, как реагировать на плохое отношение или вообще, когда на тебя идет просто травля со стороны преподавателей. Потому что я неоднократно с этим встречалась. И неоднократно это трепало мне нервы. Но, конечно, были такие преподаватели. Я даже, по-моему, снимала вам видео, меня что-то там гнобил учителей за одежду. Вот там что-то такое, что-то в этом вроде. Нет, были такие преподаватели. Я действительно это подумала. Я сниму вам отдельное видео, расскажу вам историю, дам свои советы. Такие, мне кажется, преподаватели были у каждого человека в жизни. Но большинство людей, которые я знаю, все равно был-то тот человек, который тебе потрепал нервы. И который тебя выделил из класса и просто начинал на тебя травлю. Это, я думаю, это люди недалекого ума, которые так делают. Я не понимаю, как адекватный взрослый человек вообще может срывать зло или просто мстить за то, что, не знаю, ты ему не понравился внешне или ему не нравятся вообще твои качества. Это вообще преподаватели, мне кажется, не имеют права делать. Все должны быть, хотя бы пытаться делать, сделать всех равными. И когда вы выделяете одного ребенка от другого, просто, извините меня, гнобите при всем классе, это ненормально. Я считаю, что каждый преподаватель должен проходить какую-то, каждый год психологическую проверку. Конечно, может быть, они это делают, но по результатам и по опыту моему жизненному, я вижу, что этого не было сделано, по крайней мере, в моих двух школах. А что лучше, общение вживую или в соцсетях? Вот это интересный вопрос, потому что, знаете, и в том, и в том есть свое очарование. Когда вы встречаетесь с человеком, вы наболтаетесь просто за два часа и вы расходитесь. Бывают такие случаи. А бывает, что ты переписываешься долго с человеком, даже с человеком, которого ты хорошо знаешь. Это, знаете, как письма. Вот раньше, я говорю же, есть очарование отправлять друг другу письма, маленькие, небольшие тексты, вы переписываетесь. И вы очень постепенно узнаете друг друга, а не как вы садитесь и просто за два часа узнаете всю понагодную, узнаете всю жизнь этого человека. Когда вы переписываетесь, все постепенно, постепенно вот так выливается. В переписке человек более смелый, мы-то все такие, потому что, когда ты садишься друг напротив друга, вы не такие смелые. Вы можете что-нибудь, там, не знаю, не обговаривать. Хотя, вживую, это бывает совершенно другой человек. По мне так. Вот ты переписывался с ним, а потом ты встречаешься, я даже, ну, по своим подписчицам считаю, ну, начинаю просто делать определенное мнение. Это совершенно другой человек, потому что и то, и то прекрасно. Уверена в том, что нельзя ни то, ни другое отрицать. Везде должна быть золотая середина, везде. И вот просто во всей жизни, без фанатизма, золотая середина. Вот так. Нармина, были ли у тебя моменты, когда ты накосячила, а Рустам тебя прикрывал? Знаете, это не были моменты, это по жизни у нас так всегда. Всегда было так, что... У нас воспитывали так, если кто-то накосячил, получают оба. Всегда. Но, когда что-то происходит, я сбегаю. Я как маленький таракашка такая, нафиг, 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 и убегаю. Зачем мне это надо, да? Я знаю, что есть мой брат, он может попасть под горячую руку, потому что он так встанет, и все. А я могу убежать. И я всегда этим пользуюсь. Я считаю, что это правильно. Мальчик должен всегда защищать сестру, принимать на себя удар, учесть в том, что он младший. Но, понимаете, мы инстинкты самосохранения, они быстрее начинают проявляться, нежели когда я начинаю думать, и вспоминать, что у меня там под горячей... под горячей рукой брат. Ну, я уже убежала на тот момент. Следующий вопрос. Как выделиться из толпы? Ой, ну, сейчас интересный вопрос. Как выделиться из толпы? Я вам советую надеть что-то красное. Красный работает просто на все 120%. И если вы девушка, вы можете надеть каблуки. Каблуки даже... Самих женщин привлекают даже по звуку. И так ты думаешь, о, какая смелая, а кто это у нас в такой каблуках-то пошел? Если вы надеваете каблуки, это вам внимание. И если... Потому что, опять же, когда вы надеваете каблуки, вы становитесь длиннее, выше точнее, стройнее, красивее. И сразу, внимание, мужское, женское, всех внимания, даже, я не знаю, животных. Потому что это красиво, действительно, на красоту смотрят все. Ну, опять же, в пределе разумного. И, опять же, я вам советую надевать какие-то красные, яркие аксессуары. Будь то они оранжевые, красные. Вот, например, красную сумку. Вот я уверена, смотрите, вот картинка. Вы уверены, что вы смотрели много раз, вас цепляют вот эти бордовые подушки. Потому что у нас такая природа, что человек больше всего реагирует на красный и на желтый цвет. Ну, большинство это, опять же, на красный. Если он в контрасте, опять же. Так что, если вы хотите выделиться, надевайте красные аксессуары, надевайте что-то яркое и, опять же, каблуки. Это просто безпроигрышный вариант. Какие твои самые любимые песни? Песни, они меняются с каждым периодом жизни. В плане, вот сейчас мне грустно, я послушаю это. Сейчас я весело, я послушаю это. И у меня есть, например, в ВКонтакте плейлисты, прямо они так называются. Грусть, осень, вот так-то. И когда мне весело, я прихожу и ставлю тот или иной плейлист и слушаю. Но одни из моих самых любимых это Believers Imagine Dragons. Потом я люблю практически все песни группы Пиццы. Там, я не знаю, Фары, Пускай. И практически все их песни я чуть ли не каждый день переслушиваю. А сейчас мне очень нравится новая песня. Я стала смотреть сериал Иванова, Иванова. Мне он очень нравится. Прямо потрясающий сериал по СТС он идет. И там была песня. Ваня, Ваня, Ваня. И я ее уже недели две не могу из головы выбросить. Она мне очень нравится. Я прям не могу от нее избавиться. Песен много любимых. Не могу даже сказать. Сколько времени тебе уходят на домашнюю работу? Не знаю, как это называется правильно. После универа. В университете, как правило, у вас нету домашней работы. У вас есть практические занятия. Например, два месяца вы слушаете лекции. Вам практически ничего делать не надо. Ну, я не учитываю те или иные предметы, которые действительно, бывает, дают какие-то домашние задания. Но их очень мало. И по работе там их тоже делать можно не очень долго. Ну, может, часик-два. Вы можете сделать хорошую работу. А вот что касается практических, там вам преподаватель вот дает вам, ох, 42, например, вопроса. И вы должны это все сделать. Вот там действительно уходит много времени. Два, три, ну, бывает даже недели. Есть такой преподаватель, который задает столько на практические занятия, что ты глух. Некоторые, конечно, это не пишут и делают это все устно, но я пытаюсь написать, потому что я думаю, не дай бог меня спросят. И не дай бог я не отвечу. Боже мой, лучше я подготовлюсь. И опять же, когда вы готовитесь к этим практическим занятиям, вам легче будет сдать, как его называется, экзамен или зачет. Так что я, слава тебе, господи, это уже не школа. Я перестала уже делать домашние задания после того, как прихожу домой. Я ненавижу, когда вообще преподаватели дают просто домашние задания на лекцию. Не знаю, мне кажется, я же уже не в школе. Какие домашние задания? О чем вы? Преподаватели. Ну, на это все. Я надеюсь, вам понравилось видео. Вы узнали меня не получше. Я ответила на ваши вопросы, которые вы мне задавали. Если у вас будут еще подобные всякие интересные вопросы, пишите их внизу в комментариях. Я вам сниму еще выпуск, если вам этого, конечно, захочется. Все зависит от вас. Все в ваших руках. И на этом все. Целую, люблю, счастливо. Пока. Жду ваших вопросов. Пока.